Скажите, а правда, что нужно исключить соль из рациона питания? Вопрос очень сложный и неоднозначный. Дело в том, что абсолютно исключить соль из рациона питания, то есть натрий хлорид, невозможно. Почему? Это элемент, который требуется нашему организму. А для чего он нужен? Для передачи нервных импульсов, для сокращения мышц, для того, чтобы кислород попал к клеточкам, необходимо натрия хлорид, необходимо соль. Именно поэтому основные жидкости человеческого организма соль содержат, они соленые. Это и кровь, это и желчный сок, это и желудочный сок. То есть, получается, я прошу прощения, что перебила, какие функции в организме выполняет соль? По-научному есть такой термин «натриевые канальцы». Фактически, это передача нервных импульсов, передача информации. Чтобы рука моя двигалась, необходимо активное участие соли. Вот в этом процессе. Ничего себе, я не думала, что она так важна. Именно натриевые канальцы отвечают за большинство функций нашего организма. Без соли жизнь невозможна. А почему говорят, что это белая смерть тогда? В один определенный момент соли в рационе человека стало очень много. И на сегодняшний день, к сожалению, соль – это наиболее часто превышаемый компонент в питании человека. Да, человек может переедать белковой пищи, жирной, углеводистой, но соль он переедает чаще всего и больше всего. Но я же не ем столько соли, чтобы ее переедать. Я же не ем ее солонками, ложками. И это одно из распространенных заблуждений. Дело в том, что переедает человек соль не из солонки, а в виде употребления в пищу каких-то полуфабрикатов. Более того, вы даже не догадываетесь, соли иногда очень большое количество содержатся в продуктах, которые на вкус не соленые. Например? Пирожные, печенье. Ваша задача – смотреть упаковки. И иногда вы с удивлением будете обнаруживать в составе того или иного продукта соль. Хотя он кажется не соленым, а сладким, например. Или горьким. Ну и уже, может быть, там совсем чуть-чуть. Неужели это вредно? В рационе человека соли должно быть в сутки около пяти граммов. Что это? Это чай на ложечке. Но 15% этого количества человек получает из солонки. А все остальное он получает вместе с какими-то полуфабрикатами, куда соль была внедрена на этапе производства. И, согласно исследованиям, современный человек получает соли в течение суток около 10-12 граммов. То есть минимальная рекомендуемая доза превышена в два раза. И не всегда требуется отказаться от тех или иных продуктов. Можно просто их количество уменьшить в рационе. Этого будет уже достаточно, чтобы обезопасить свое сердце в первую очередь. Потому что вред от повышенного количества соли... Это сердце. Это сердечно-сосудистая система. Она страдает первой. А что еще страдает? Как правило, любители соли переедают. У них повышенная суточная калорийность. Соль стимулирует аппетит. Соль задерживает жидкость. Могут страдать почки. Может появиться избыточный вес. Могут страдать кости. Остеопороз. Потому что повышенное содержание соли, условно говоря, вымывает кальций из костей. А можем мы сейчас назвать какой-то список продуктов, в которых соль встречается чаще всего? И вот, ну, чтобы я и зрители, например, понимали, что потребление этих продуктов нужно немножечко сократить, чтобы соли в твоем рационе стало меньше. Или, может быть, вообще перестать солить все продукты? Дело в том, что пресная пища, она невкусная. И рано или поздно ваш организм захочет солененького чего-нибудь, вас так сильно потянет, что вы не сможете удержаться. Поэтому соль пусть будет в вашем рационе. Просто поставьте потребление соли под свой контроль. Соленая рыба, что очевидно. Колбаса. Полуфабрикаты, которые долго хранятся. Тушенка, например. Соль. Соль, ведь одна из функций соли, это обеспечить долгое хранение. Другая функция, это улучшить процессы ферментизации. Ну, например, сыр или квашеная капуста. Соль там тоже играет важную роль в их производстве. То есть, получается, мне нужно не исключать, но сократить потребление мясных полуфабрикатов, рыбных полуфабрикатов. Что еще? Квашеная капуста, какие-то консервированные овощные заготовки типа соленых огурцов, даже сыры. Это же очень грустно. Тогда жизнь будет, да. Именно поэтому я вас еще раз призываю, не отказывайтесь от подобных продуктов. Соль все равно будет в вашем рационе. Уменьшить ее можно, и ваши вкусовые рецепторы очень быстро адаптируются к низкому содержанию соли. А сколько? Сколько времени? Как правило, достаточно где-то двух-трех месяцев, чтобы, ну, есть такой термин, толерантность, либо, по-другому, чувствительность к соли уменьшилась. Плюс, что тоже немаловажно, что-то надо сделать с солонкой, которая стоит, скорее всего, на вашем кухонном столе. А что можно сделать с ней? Просто ее убрать для начала. Либо заменить в солонке соль на другую, более полезную. Существует несколько разновидностей более полезной соли, хотя слово «полезно» здесь нужно взять в кавычки. Итак, это соль с пониженным содержанием натрия. Такая тоже соль есть, ее можно найти. Не просто, но можно найти. Примерно наполовину уменьшено содержание натрия в такой соли. А как это, она как-то специально называется или на этикетке? Она так и называется, либо облегченная соль, либо соль с пониженным содержанием натрия. Ни разу не встречала, если честно. Наверное, просто не искала. Не искали, да, не задумывались. Еще несколько простых приемов. Можно использовать такие экзотические виды соли, которые как бы возвращают нас в те времена, когда соль была достаточно дорогой. А черная соль, либо гималайская, розовая, каменная соль, морская соль – это все соль, которая немножко дороже, чем обычная, которой мы привыкли пользоваться. И дорогой продукт, он рефлекторно-инстинктивно заставит вас чуть внимательнее его использовать. Да, ничего себе. Так, а получается, черная соль, гималайская соль, они ничем не отличаются по структуре от обычной соли, да? Или отличаются? Немного отличаются. В них больше других микроэлементов и минералов. Хотя однозначно подтверждение, что это будет полезно. Вот те самые дополнительные микроэлементы и минералы оказывают очень благотворное влияние на организм, как пишут производители подобных экзотических видов соли. Ну, это… Спорный вопрос, в общем, да. Бабушка, на, давай, сказала. Понятно. По поводу альтернатив соли меня интересует вопрос. Как вот вы относитесь к йодированной соли, например? Это же обычная соль, да? Но с добавлением йода. Относительно недавно, в середине 80-х, в начале 90-х годов, стали йодированную соль производить в России во всем мире гораздо раньше, в 70-х годах. Это вполне адекватный и полезный продукт. Да, это вызвано необходимостью. То есть, если вместо обычной соли у меня будет на столе всегда йодированная соль, я буду солить все продукты, это не может как-то навредить мне? Это будет профилактикой недостатка йода в вашем организме. Но никак не скажется на уменьшение количества соли в вашем рационе. Это та же самая соль. Просто с йодом. А скажите, вот вы сказали, что можно в качестве альтернативы соли использовать соль с меньшим содержанием натрия. Проблема получается вот в соли именно в натрии, да? Соль – это натрий и хлор. Но больше проблем все-таки от натрия. Именно поэтому один из альтернативных вариантов помощи человеку, который много в своем рационе соли имеет, – это включение в рацион продуктов, которые содержат, ну, условный тоже в кавычках антагониз натрия. Это всем известный? Нет, это никому неизвестный калий. Это калий, конечно же. А что это за продукты такие? Их много достаточно. Это овощи, фрукты, это бобовые, это орехи, это зерновые продукты. Везде, где содержится калий. Увеличение его в рационе поддержит ваше сердце, сердечно-сосудистую систему, и позволит как-то уменьшить вредные последствия от большого количества натрия хлорида в вашем рационе. Вы говорите, что нельзя исключить соль из рациона. Но если я вдруг поставлю себе железное правило, я не буду есть вредные полуфабрикаты, не буду использовать соль при приготовлении своих блюд вообще, и буду питаться только натуральными продуктами, в составе которых вроде бы как бы и нет соли. Могу я так сделать или нет? К чему это может привести? Самый крайний вариант. Были подобные эксперименты. Рано или поздно недостаток микроэлементов давал о себе знать неблагоприятными последствиями. Какими, например? Начиная с банальной мышечной дрожи, продолжая общей слабостью, нарушением сна и т.д. и т.п. В любом случае микроэлементы вы должны будете употреблять в адекватном количестве. А есть какие-то признаки, по которым я могу понять, вот еще, кроме нарушения сна, дрожи, что я ем слишком мало соли? Софья, ну вот для современного человека не встречается в современном мире. Давайте тогда наоборот. Скажите мне, могу ли я как-то, вот, организм может давать какие-то сигналы, что я ем слишком много соли? Сколько угодно. В первую очередь, это повышенное артериальное давление, это отеки регулярные. Это уже признак того, что соль необходимо сократить. И в этом случае любой врач посоветует уменьшить количество суточного содержания соли в два раза. То есть в норме это 5-6 граммов. Если у вас начались проблемы с сердцем, с артериальным давлением, соль необходимо сократить до 3 граммов в сутки. Чтобы сократить вот соль именно до такого количества, это мне, когда я солю блюдо, нужно взвешивать всю соль и съедать не более двух сосисок в неделю, что ли? Еще раз скажу в процентах. Лишнюю соль человек получает на 15-20% из солонки и, соответственно, на 80-85% из полуфабрикатов соленых. Ну вот скажите, когда к вам приходят пациенты, вы понимаете, что у него избыток соли в организме. Вот как вы ему говорите, ешьте сосиски, если вы их любите, но, допустим, это должна быть одна сосиска в неделю, это должен быть один соленый огурец в неделю и 15 граммов квашеной капусты. Вот какие вы даете ориентиры в этом вопросе? Все очень просто. Да, можно отталкиваться от противного и говорить, что уменьшите резко в рационе количество полуфабрикатов. А можно поступить гораздо проще. Сказать, увеличьте в рационе количество свежих овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов. Полуфабрикаты, рафинированные продукты тогда в рационе автоматически уменьшатся. Ах, то есть вы не накладываете запретов, вы, в общем, просто даете более полезные рекомендации, да? Главный девиз современной диетологии – питание без запретов, но с соблюдением меры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА